Дорогие братья, мне было предложено в прошлом году подготовить два часа такого необычного занятия. В каком плане? И сейчас я объясню. Дело в том, что та тема, о которой мы сейчас будем говорить, это даже не тема, это сборник тем или это предложение тем. И хотелось бы не в лекционной форме, а вместе с вами порассуждать. То есть наша задача подготовить некий план. И сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что мы понимаем, что основа любого воспитания, церковного воспитания, основа крепкой церкви, основа здравых позиций – это семья. Мы это понимаем. То есть люди, которые в наших церквах находятся, они в первую очередь несут туда, в церкви, то, что они получили в семье. Конечно, друзья, в церкви есть воспитание детей, есть детские группы, в церкви есть молодежные группы. Но вот обратите внимание, друзья, что вообще молодежное и детское служение в истории церкви появляется очень поздно. То есть в первые столетия никакого служения детского и молодежного в церквах особо не было. Но оно было в разных местах и так далее, но в целом оно как таким большим служением не было. Ну, например, мы в Новом Завете не отмечаем, мы не находим детских руководителей. Почему? Потому что в то время основой была все-таки семья и воспитывалось это все в семье. И потом, когда уже церковь увидела недостатки воспитания в семье какие-то, то она стала компенсировать эти недостатки отдельным церковным воспитанием. Тем не менее, друзья, как бы мы ни старались воспитать наших детей в церкви, в семье, мы не можем полностью исправить то, что нарушено в семье. И поэтому очень важно обращать внимание на воспитание детей внутри семей. И, конечно, друзья, какая происходит цепная реакция? Когда ребенок растет в семье, в которой у него нет не очень хорошего воспитания, тогда он не получает базовых каких-то, я не знаю, направлений в своей жизни. Тогда он вырастает, создает свою семью. Вот буквально недавно, вот несколько дней назад мы с братом Михаилом были в Москве, встретились с одним братом. И он рассказывает свою историю, вот сейчас ему уже за 20 лет далеко, он уже в 15 лет принял крещение. Это человек, который довольно давно верующий, из хорошей, строгой семьи такой. Но он говорит, что вот настоящее возрождение, ну или точнее, настоящее приобретение Бога я получил только в прошлом году. Я говорю, все эти годы я был очень формальным, внешне хорошим христианином. Но внутри у меня такие были проблемы, такие отступления. И я спрашиваю, а как же ты крещение принял? Он говорит, ну крещение принять нетрудно, надо соответствовать нормам. Я в 15 лет принял крещение и все. Но настоящее приобщение к Богу только в этом году получил, в прошлом году точнее. То есть вот такое бывает. И представляете, вот такие люди, ну слава Богу, что он получил вот это изменение в своей жизни. А вот такие люди, которые достаточно формально верующие, не получили, может, какого-то крепкого основания, они созидают церкви, ой, семьи созидают, у них рождаются дети. Что дальше происходит, друзья? Вот цепная реакция, да, дети в этих семьях тоже ничего не получают и так далее. Даже если семья хорошая, такая добрая, все равно очень многое зависит от наставления, чтобы их научили правильно закладывать основания своей семьи, чтобы потом их дети, вырастая, они продолжали. Вы, наверное, знаете, есть такой, называется, эффект трех поколений. Знаете, да? Ну это эффект трех поколений. Вот, допустим, какая-то семья переезжает, ну, допустим, там, из Германии, там, из Голландии, откуда угодно, или с России, давайте лучше с России, с России переезжает в Германию, допустим, да? И вот родители по-настоящему любят русский язык, они его любят, уважают, и они говорят на русском языке, потому что они его любят. И со своими детьми они говорят на русском языке. Дети вот этих родителей, они знают русский, они хорошо его понимают, хорошо на нем разговаривают. Но они его не любят, то есть это не их родной язык, это не тот язык, на котором им очень легко говорить. Это язык, который они знают, но который никаких отголосков у них не ёкает сердце, когда говорят слово Пушкин, понимаете, да? Ну оно никого не ёкает, но это пример. И что происходит в третьем поколении? В третьем поколении вот дети третьей, они обычно уже русский не знают. То есть это называется эффект трех поколений. Чтобы третье поколение знало русский, нужно, чтобы второе поколение полюбило русский язык. То есть не просто знало, а полюбило. Вот то же самое касается в любых вопросах. Ну, например, допустим, какой-то человек уверен, что вот так правильно поступать. Вот в этой уверенности он так учит своего ребёнка, но если он ребёнку не привил не просто знания, но не привил своей уверенности, то его ребёнок уже этого делать не будет. Это эффект трёх поколений, это абсолютно везде работает. Иногда это растягивается на четыре поколения, но три-четыре поколения и какая-то тенденция всегда идёт на нет, если не передана сама идея, если нет передачи самого внутреннего состояния. Поэтому, друзья, мы должны беспокоиться, чтобы наше молодое поколение, наши дети, наши подростки, они не просто знали что-то, не просто какие-то образ жизни наших отцов восприняли, но они восприняли саму идею. Чтобы эта идея, она их заразила, чтобы они ей увлеклись, чтобы они могли передать дальше. Ну и немножко какое-то отступление. А почему я вообще это говорю, друзья? Потому что у нас братья, руководители отдела предложили подготовить список тем, которые нужно провести с молодыми юношами, с молодыми девушками, которые примерно 15, 17, 18 лет, которые скоро будут вступать в брак. И эти темы должны проводить не вы, ну точнее, может быть и вы, конечно, но в основном эти темы должны проводить родители. То есть список тем, которые нужно провести в церкви, при святерам, на молодёжных общениях, вам со своей стороны как-то. И в первую очередь родители внутри своих семей, которые подготовили бы юноши и девушек возраста, там от 15 лет и выше, к будущей семейной жизни. Или от 16 лет и выше, к тому, как себя подготовить к браку. Я сразу сказал, друзья, что это не совсем лекционный материал. Почему? Потому что откуда бы я эти темы взял? Я поспрашивал братьев разных пресвятеров в лагерях, при личных встречах, какие темы вы проводите. Кстати, оказалось, друзья, вот очень печальный для меня факт, ну это и я в этом же числе, конечно, что на самом деле в 99% церквей, которых я спрашивал, нет списка тем. То есть люди проводят беседы по наитию. То есть пришло в голову служителю церкви провести беседу о Моцелламуте, и он провёл. Ну не пришло, не провёл. То есть нет такого, чтобы была планомерная работа. Вот знаете такое понятие катехизис, да? Когда вот какая-то религиозная деноминация, она готовит список вопросов, список тем, такой чек-лист, когда можно отмечать, что вот этот человек это знает, это знает, и вот пошли по этим вопросам, и таким образом как бы не упустили ничего, чтобы этому человеку передать. Вот такой катехизис во многих случаях отсутствует, и это минус. Потому что получается человек вырастает, вырастает человек, и он может не получить какие-то знания. Особенно эта проблема часто возникает тогда, когда мы уверены, что какая-то информация, она всем известна. Ну маленькое такое лирическое отступление. Когда вот проходит детское Рождество, праздник детского Рождества, ну детей собирают, иногда неверующих, иногда просто церковных, и готовят какую-то программу, то вот бывает такое искушение не рассказывать им рождественскую историю. Потому что вот если будешь рассказывать рождественскую историю, то кто-то говорит, ну все дети знают рождественскую историю, зачем им рассказывать её? Давайте какую-то историю расскажем, как-то может быть, что-то такое интересное. Не будем рассказывать, что вот пастухи, там волхвы. Я всегда говорю, а почему наши дети все знают рождественскую историю? Да потому что мы ее всегда рассказываем. Если мы перестанем рассказывать, ее перестанут знать, так же, да? Поэтому надо рассказывать все равно. Вот то же самое касается некоторых вопросов. Вот я с одной девушкой встретился в лагере, она ко мне подошла. Брат Денис, у меня к вам вопрос. Я говорю, хорошо. Она приехала, я ее не знаю, она не с края, откуда-то приехала. И она мне говорит, у меня очень серьезное переживание. И я думал, что сейчас она что-то такое скажет. Она говорит, вы знаете, я очень долго общаюсь с одним молодым человеком. Он такой хороший, мы с ним дружили. Мне с 15 лет я с ним общаюсь. Вот так она рассказывает, как они с ним дружат, как они с ним общаются, как они там переписываются. И говорит, вы знаете, и он перестал со мной общаться. Перестал. И я думаю, сейчас она мне скажет, я хочу покаяться, хочу исповедоваться, хочу начать новую жизнь. Но я жду вопроса. Она говорит, у меня вопрос. Вот мне самой ей первое написать или ждать, пока он мне напишет? Вот что мне сделать? Я думаю, ничего себе, вот это вопрос. Я говорю, а вы, подождите, а вы не хотите покаяться там? Она говорит, а в чем? Я говорю, ну вы, вы общаетесь с молодым человеком, причем достаточно откровенно. Ну это вообще, мне кажется, ну не дашь, я грех это, ну так нельзя делать. Она говорит, да вы что? Да, может он покаялся, перестал общаться. Вы знаете, я в ее глазах увидел такое искреннее недоумение. Она говорит, да вы что? Я говорю, ну конечно. Как можно? Ну у вас до брака там еще далеко, там ну как? Она смотрит на меня, я не знаю, друзья. Может она такая актриса хорошая. Но я в ее глазах увидел искренность. Она говорит, я первый раз об этом слышу. Может быть, может быть в каких-то общениях, на общинах, особенно в крупных церквах, может быть, некоторые братья думают, что, да некоторые вопросы, они же очевидны. Вот еще один маленький пример. Ко мне подходит бабушка, ей 69 лет примерно. Подходит, брат Денис, слушай, у меня нужна помощь. Я говорю, какая? Ты знаешь, что-то у меня с одноклассниками случилось, не могу в аккаунт войти, и это как-то не работают одноклассники у меня. А знаете, у меня вот до речи пропал. Я стою и говорю, в смысле? Она говорит, ну вот пока одноклассники не кончились, надо же общаться с ними. Говорит, есть же как бы связь. Я говорю, очень удобная система. Я говорю, вы не слышали никогда, что там одноклассникам мы не пользуемся, у нас браслет не одобряет? Она говорит, нет. И вы знаете, я вдруг понял, что она никогда не могла этого нигде слышать. Она просто не могла этого нигде слышать. Потому что она бабушка, на молодежный лагерь она не ездит. Она не... Ну в церкви мы об этом с кафедры не говорим, воскресенье. На молодежных общениях она не бывает. Ну мы нигде, кроме как на молодежных, об этом не говорим. Молодежные странички в Вестниках Христиана тоже не читает. Но она... И она нормально абсолютно. То есть она с искренним удивлением услышала известие, что у нас вот это не приветствуется. Она первый раз об этом слышит. Друзья, то есть вот такая ситуация может быть, когда у нас нет четкого планирования. Вот, вы знаете, вот мы должны вот видеть, вот подрастают наши подростки, подрастают. И вот душепопечитель в своей голове, он должен какой-то... Ну или там на листочке, он в списочек. Ага. Вот этот юноша, он услышал вот эту тему. Вот эта девушка эту тему услышала. Чтобы, вот знаете, Павел говорит, не пропустил ничего полезного. Да, не пропустил. Все сделал день и ночь и так далее. Уча каждого из вас. И вот для того, чтобы эту программу реализовать, чтобы это было действительно такое, знаете, качественное освещение всех важных вопросов в жизни человека, нам нужно в первую очередь сформулировать этот список тем. И я еще раз говорю, спрашивал у братьев, у многих, о каких темах они беседуют. И постарался собрать вот вместе вот все их предложения этих братьев. Что они говорили, что я сам чувствую. Некоторые книги посмотрел, как излагается эта тема. И сгруппировал эти темы в несколько таких блоков. Но у меня получилось шесть блоков. В каждом блоке по несколько тем. Я сейчас их буду озвучивать, друзья. Очень я понимаю, что это все, конечно, требует больших доработок. И поэтому вот этот семинар или вот это занятие, оно первое по этой теме. Поэтому хотелось бы, чтобы вы потом дома или даже сейчас какие-то предложения свои, доработки. Чтобы через какое-то время у нас появился хороший, полноценный список тем, которые мы могли бы преподавать уже нашим молодым. Он может очень сильно измениться от того, что я сейчас предложу. Начнем вот с чего, друзья. Значит, первый блок, первый блок тем, это темы о чувствах. Почему этот блок очень важен? Потому что наши молодые, когда вот они подрастают, вдруг они обнаруживают внутри себя новые чувства. И они не могут с ними разобраться. И они их путают с настоящей любовью и так далее. В этом блоке чувств есть такие подпункты. Первый подпункт, это любовь и влюбленность. Второй подпункт, что такое настоящая любовь. И третий подпункт, как узнать волю Божию. Ну то есть вот у человека возник там чувство, и он не знает правду, любовь, или не любовь, или не знает. То есть о чувствах. То есть нам нужно рассказать нашим молодорастающим поколению, чтобы они разобрались в чувствах. Братья, к сожалению, очень мало времени, но я хочу очень важную мысль отметить. Быстренько постараюсь. Вы знаете, вот сатана, он применяет такой хитрый метод. Есть такое, вот у сатаны есть такой метод, называется подмена понятий. Ну вот простой пример из богословия. Вот мы спасаемся с вами верою, да ведь? Верою спасаемся. Ну благодать, точнее, через веру. Верой спасаемся. И вот сатане трудно возразить против этого. Очень трудно. Ну конечно, в Библии очевидно написано, это от веры, там и так далее, и так далее. И вот он думает сатана, что же сделать, чтобы человек все-таки как бы увести с пути спасения. А давай-ка я не буду спорить с тем, что мы спасаемся-то верою на самом деле, да, но я слово вера подменю. То есть вот вера, которая библейская вера, я подменю ее на другое. Вот оставлю слово вера, но вложу в умы людей другое понятие слова вера. И он будет постулировать, будет говорить, что я спасаюсь верою, но понимать-то он будет другое. Понимаете логику, да? И под словом вера понимается умственное какое-то такое понимание. А вера, настоящая живая вера, это вера, во-первых, она проявляется в делах, там и так далее. И вот сатане удалось у некоторых богословов подменить слово вера, и вроде богослов говорит все правильно, а жизни нет. Вот эта подмена понятий, это очень излюбленный метод сатаны. Вот то же самое касается и любовь и влюбленности. Почему, я вот анализировал и спрашивал многих братьев, и беседовал с молодежью, почему у нашей молодежи такой есть антагонизм с братьями, со старшими братьями. Вот вопрос такой, например, приходит записка на молодежном общении. Можно ли дружить юношей и девушке? Какой частый ответ братьев? Нельзя дружить. Ну как нельзя дружить, друзья? Ну будьте дружелюбны ко всем. Дружить-то нужно, со всеми дружить нужно. Ну как нельзя дружить? Просто братья понимают, что по словам дружба, имеется в виду не дружба. Да, имеется в виду какие-то более тесные общения. Ну дружелюбным надо быть или не надо быть? Или мы должны быть врагами? Или вот сестра идет, ты должен обозвать? Мы же не это имеем в виду. Просто здесь идет подмена понятий. И молодежь, она этого не понимает. Они говорят, нам братья запрещают дружить. Они расскажут кому-то, вот там все, кто у вас дружить запрещают. Да просто другое понятие в это вкладывается. Вот то же самое и любовь и влюбленность. Я проводил беседу с молодежью как-то раз насчет влюбленности и заценировал им стих Маяковского. У Маяковского есть прекрасное стихотворение, я прошу прощения, кто может не любит Маяковского, вот, прекрасное стихотворение о молодежи. И там такие слова такие, что нет не та молодежь, и вот он говорит, кто такой настоящий молодежь, кто такой ненастоящий молодежь. Вот такие слова, нет не та молодежь, кто весною ночами хорошими, раскривлявшись модой одежь, подметает бульвары клешами. Ну, как вы знаете, раскривлявшись модой одежь. И дальше, нет не та молодежь, а услыхав в крови зудеж, на романы разбазаривает. Понятно мысль, да? Кто восходы жизни зарева, вот юность, то есть, услыхав в крови зудеж, на романы разбазаривает. Я говорю, молодежь, вот вы называете любовь, светлое чувство, а Маяковский говорит, в крови зудеж. Есть разница между любовью и в крови зудеж? Вот, друзья, вот наши молодежи часто не понимают, вот у девушки возникли какие-то чувства к мальчику, все, это светлая любовь. Ведь о любви Библия говорит, Бог есть любовь. И она не понимает, а почему мы против-то все? Ей надо объяснить, что это не любовь, это в крови зудеж, это просто гормоны у тебя разыгрались, никакой здесь, абсолютно никакой любви ты нет. Друзья, то есть, вот говорить о чувствах, о том, что такое чувство, что такое настоящее чувство, это очень важная, большая тема, о которой мы должны поговорить с нашей молодежью. Например, с одним юношей я беседую, он говорит, я так люблю, я говорю, почему ты с ней стал, тебя стали замечать встречающаяся девушка с членом церкви, у меня такие сильные чувства, я вот не могу, вот терпения нет. Я говорю, это не любовь. Он говорит, почему? Я открываю Библию, написал, любовь что? Долготерпит. Любовь долготерпит. Если ты терпеть не можешь, то это не любовь. Ну, логично, друзья, или нет? То есть, надо объяснять людям, что такое любовь, как она проявляется, чем отличить ее от просто чувств, от каких-то вспышек. Почему это опасно? Потому что он принял влюбленность за любовь, он отдался этой влюбленности, а через месяц она прошла, и все, и потом, впоследствии, ну, что-то нужно учить. Поэтому такой большой блок о чувствах, о любовь и влюбленности, о штуке настоящей любовь и о том, как узнать о воле Божьем. Второй блок этих бесед, который предлагается для того, чтобы родители могли побеседовать со своими детьми, чтобы церкви это беседовали, чтобы вы как-то это могли продвигать, это блок о том времени, которое идет до предложения. Вот когда еще нет предложения. Вот девушка живет, там, 18-19, предложение еще не поступило. Или юноша живет, он еще и не думает пока делать предложение. Вот как вот вести себя в это? О времени до предложения. Второй блок такой, о времени до предложения. И здесь тоже три подпункта. Первый подпункт, как использовать время девушке, пока они сделали предложение. Вот что делать в этой ситуации? Вот ей 18 лет, 17. Вот чем ей заниматься? Чем ей заниматься? Я много раз об этом говорил, я был поражен, насколько высокая культура вот в этом вопросе была до царской России. Очень высокая культура. То есть даже великие княжны, то есть даже царские дочки, да, или дочки князей, то есть ближайших родственников царя, они воспитывались в понимании того, что до брака девушка должна быть добродетельной. Друзья, вот есть фотографии массовых свидетельств, когда дочки царя, они работали с медсестрами в каких-то медицинских учреждениях и так далее, и так далее. Почему? Потому что считалось это правильным. Девушка должна уметь работать, она должна быть трудолюбивой. Вот надо беседы проводить. Дело в том, что Бог каждое время приготовил для чего-то особого. Вот, например, юность Он приготовил для этого. Вот, например, человеку, которому хочется выучить язык какой-нибудь, а у него там 8 детей, ему трудно это сделать, у него время. Ну, было время, когда у него не было 8 детей, ну и учил бы тогда свой язык, да. Или какую-то профессию получить, или еще что-то. Трудно это сделать, когда тебе 45 лет, у тебя 10 детей. Но есть же время, когда ты это можешь делать, у тебя есть время, у тебя есть силы на это. Наша молодежь, друзья, она тратит много времени на какие-то современные развлечения, такие, может быть, не сильно греховные, но отвлекающие время очень сильно. Они не используют вот это время свободы и силы, когда свежие мозги, когда свежие силы, когда много свободного времени, когда ты не обременен заботами о семье. Они не используют это время для того, чтобы правильно потом его, ну, как бы, что ему принесло правильные плоды. Надо об этом говорить. То есть, две таких темы. Первая, как использовать время девушки, пока ей не сделали предложение, и как использовать время юноши, пока он не решил жениться. Чем заняться, вот пока ты еще время до брака. И я думаю, это хорошая тема, то есть, такие предложения были, я их внес. Это хорошая тема. Третья тема, это тема, знаете, такая интересная, вот для меня тоже была немножко неожиданная. Это тема об общении, об общении с не своими женами и не своими мужьями. Ну, вот я приведу пример. То есть, вот реальный пример из одной церкви. Подружились девушка и юноша, ну, члены церкви, к сожалению, да, и вот они так сильно подружились, все, друг другу подарочки дарили, у них какие-то там переписка такая, ну, вот никакого такого яркого греха не было, но, конечно, поведение было нехорошее. Через какое-то время, может быть, примерно через год, у этого юноши чувства полностью остыли, и так совпало, что у нее тоже, как бы они расстались. Прошло еще какое-то время, и этот юноша решает жениться. И вот он беседует со своим служителем. И он говорит, у меня есть одна проблема, я не все могу рассказать. То есть, мне стыдно за фотографии. Я вот листаю фотографии, вот я, например, свой телефон могу жене дать, она будет листать, листать там фотографии, ну, мне ни заодно не стыдно, ни заодно не стыдно. Переписку может читать с кем хочет, переписку может читать, и так далее. Мне не стыдно. А вот он говорит, я не могу дать ей фотографии, потому что у меня есть вот эти там сердечки от той моей... Вот как мне себя вести? Получается, что это не его жена в будущем, а он с ней уже целый год общался, да? Я иногда на семейных говорю, вот, братья, представьте себе, что ваша жена не... Ну, я прошу прощения, не целуется, не обнимается, но просто очень тесно общается с каким-то братом. Как вы к этому отнесетесь? Нормально это или нет? Ненормально. А почему, если она еще не жена, но будет жена кого-то, почему она должна с кем-то общаться, кто не ее муж-то? Логика та же самая. То есть, если ты еще по факту не женился, то разве тебе можно вести себя так, чтобы тебе было потом стыдно за будущего мужа? Вот это тоже надо говорить. Об этом нужно говорить нашей молодежи. То есть, нельзя брать за руку не своего мужа. Если ты взял за руку, значит, твой муж будет. Ну да. Вот это логика. И то же самое со своими мужьями. Мужем или женой. И еще тут тема, как бы я отдельно не отметил, но хочется тоже о ней сказать. Это тема о благородстве. О благородстве. Вот я беседовал с одним юношей. Он тоже полюбил одну девушку. Ну как ему кажется, полюбил. И он стал ее иногда провожать до дома. И я с ним разговариваю. Он говорит, Денис, у нас все чисто, абсолютно чисто. Я просто ее проводил, мы даже за руку не брались. Мы ничего, все чисто. Я говорю, понимаешь, может быть все чисто, но это неблагородно. В каком плане? А кто-то ее увидит с тобой? Вот какую тень ты на нее... Ты ее любишь? Да. Не бросай на нее тень. Ну не бросай на нее тень. Ну займись правильную позицию, чтобы никто на нее... Это твоя будущая жена, ты так хочешь, да? Зачем тебе бросать на нее тень? Поступи благородно. И вы знаете, как он мне что-то ответил? Извини, какое слово ты употребил? То есть он этого слова даже не знает, понимаете? Благородно. То есть он мыслит так. Я никакого греха не делаю. Ну да. Но а забота о другом человеке? Ты же должен заботиться. Если у тебя есть какие-то чувства, постарайся, чтобы не бросить тень на того человека. Ну ладно. Итак, о времени до предложения. Такая большая тема, куда входят беседы с юношами и девушками, как им тратить свое время, на что нужно это время, как его проводить и так далее. И общение со своими женами и своими мужьями. Я забыл добавить один пункт. Я сейчас добавлю его. Когда мы говорим о чувствах, вот когда мы говорим о чувствах, там очень важный момент, что делать, если чувства пришли. Вот этот момент. Тоже, ну, звонит там девушка или там парень, там еще говорит, вот у меня чувства, ну не могу избавиться. Вот не могу избавиться. Что мне делать? Вот мы должны как-то вот раскрыть этот вопрос тоже. Ладно. Следующий большой блок, это блок, который я назвал так, тоже пообщался с братьями, все это так вот саккумулировал и назвал блок. Семейные ценности. Семейные ценности. Что это за блок, друзья? Дело в том, что когда человек что-либо делает, вот что-либо делает, он выбор, который он делает, выбор, да, вот остаться здесь или пойти туда, купить вот это или вот это, потратить деньги на это и на это, он всегда этот выбор делает на основании той системы ценностей, которую он имеет. Вот что ему ценнее, то он и выбирает. Согласен, да? Поэтому очень важно, чтобы у человека была какая-то правильная система ценностей. Вот очень важно, друзья, чтобы мы в наших детях, в наших подростках закладывали правильные семейные ценности, чтобы вот эти семейные ценности в будущем послужили основанием, на котором строится их семья. Эти семейные ценности закладываются в подростковом возрасте. Ну, какая первая семейная ценность или какая вообще ценность жизни человека, но в данном случае семейная? Это основание. То есть на чем строится моя жизнь? Библия и вероучение. То есть человек должен воспитан быть с юности, что я свои решения принимаю на основании Библии и вероучения. Ну, почему я говорю вероучение? Потому что, ну, не секрет, что Библию можно иногда по-разному толковать. Да, вот православные так толкуют, там лютеране так толкуют. Мы все-таки принадлежим определенному вероучению. И вот интересный момент тоже. Вот с регистрированной церкви одна девушка ко мне, мы общаемся, она подошла и говорит вопрос такой. Вот у меня, говорят, 50-ники, вот у нас есть церковь 50-ников, они нас очень часто приглашают к себе в гости на собрание. И я не понимаю, почему вот наш пресс-фитер, их регистрированный, неодобрительно относится к тому, что мы посещаем 50-ников. И я говорю, ну, если бы в нашей церкви, я бы не то, что неодобрительный, я бы вообще категорически бы запретил. Как бы он неодобрительный, а мы категорически. А почему? Я говорю, ну, а почему ты хочешь с ними общаться? Он говорит, потому что они хорошие люди, они добрые, они много помогают людям неверующим. Я говорю, ну, полно таких. Я говорю, знаю таких буддистов, добрых, хороших, помогающих. Ну, это же не основание для совместного общения. Вы знаете, вот я на нее смотрю, и я вижу, что вот в ее голове основанием для общения являются вот какие-то общечеловеческие принципы. Вот доброта, какая-то расположенность. А я говорю, а вот общая сфера учения где? Она говорит, ну, каждый по-разному. То есть, у нее вот даже вот в голове этого нет. Но мы можем ее осуждать, но на самом деле это часто и у нас происходит. Друзья, мы должны с детства заложить, что вот есть Библия, есть вера учения. Вот даже вот родственные союзы, родственные, как вот наш союз или союз регистрированных, я хорошо отношусь к регистрированным и так далее, но не считая их за врагами. Но тем не менее, есть некоторые вопросы. При соединении в одну семью, не имея общего основания, друзья, могут быть проблемы. Согласитесь же, да? Поэтому вот какой-то вопрос. Я не за то, чтобы мы там превратились в какую-то замкнутую такую систему, которая вообще никого никогда не пускает, но тем не менее, все равно этот вопрос очень важный. То есть, Библия и здравое вероучение должно быть основанием при принятии решений. Вторая беседа вот в этой семейной ценности, это ценность, знаете, какая интересная? Эгоизм и самоотдача. То есть, эгоизм или самоотдача. Вот такая семейная ценность. Оказывается, друзья, вот я с этим столкнулся, что, вот, например, нежелание иметь детей или нежелание там трудиться в церкви, нежелание идти по пути там к какому-то очищению. Знаете, очень часто с чем она связана? С тем, что человек просто не понимает, что самоотдача это более важно, чем эгоизм. То есть, он не понимает мысли, что блажение отдавать, нежели принимать. Он этого не понимает. То есть, вот, когда вот у меня дочка старшая подрастает, она как-то спрашивала, вот, пап, какие ты думаешь качества у мужа должны быть будущего? Там и так далее. Я говорю, ну, мне кажется, что несколько качеств, и вот одно из них понимание того, понимание того, что человек живет не для себя. Вот если ты встретил человека, у которого проявляется понимание, о, мы сейчас заработаем деньги, поедем туда отдохнуть, там на море, вот это, вот это. Я не против отдыха, но если он живет только для себя, и более того, не только для себя, а если жизнь для себя является его самоцелью, то это все, это с таким человеком не уживешь. Ну, по крайней мере, благословение будет. То есть, надо говорить о целях, вот о том, что жизнь человека, она не должна быть сосредоточена на нем, она должна быть сосредоточена на отдаче. Вот если все это в общем, заботящийся, там, нежадый и так далее, и так далее, и так далее, вот в общем, какой это человек? Не эгоист, согласитесь, да? Или наоборот, человек эгоист, это значит все себе, требования, деньги и все остальное. Это во всех вопросах. Если человек вырос с пониманием самоотдачи, то он, конечно, будет, будет, и жена тоже самое, да, и детей будут принимать. Почему, вот интересно, то, что социологи проводили это исследование, почему сейчас уменьшается количество детей? Есть даже такое движение child free, да, то есть без детей. Такое движение есть. Вот на чем оно базируется? Какой основной вот этот вот, как бы сказали, американцам месяц, посыл, какой основной посыл вот этой идеи меньше детей? Знаете, какой, друзья? Не хватает времени для себя. Если у меня будет 9 детей, как я съезжу? Как я потрачу деньги на хорошую машину? Откуда я возьму? А один ребенок? А еще лучше вообще ни одного ребенка. Нормально. Хватает времени на себя. Вот эта идея, она очень сильно прорастает. Быстренько очень. Друзья, следующие семейные ценности отношение к труду в церкви. Вообще отношение к церкви. Следующее, отношение к труду физическому и деньгам. Друзья, подрастает поколение, у которого девиз, знаете, какое по отношению к труду? Чтобы делать такое, чтобы ничего не делать. Как бы заработать, чтобы не работать. Вот это, вот с этим ритмотивом сейчас живет поколение. Вы согласны или нет? Почему сейчас форексы всякие и так далее? Почему это все так прогрессирует? Почему? Потому что мне буквально позавчера брат один в таком восторге звонит. Денис, ты знаешь, вообще, вообще я выиграл 100 тысяч рублей. Вот. Ну, в такой восторг у него. Ну, конечно, его это ничего не выиграло, это обман. Там пытались его обмануть, я ему объяснил. Но сам факт, что куда бы пойти туда, чтобы тебе выиграл, что ты что-то получил? Друзья, это ненормально? Нормально, когда человек заложен с детства, работать, работать надо. А где мне деньги взять? Есть прекрасный способ, да? Вот мне недавно один, один юноша говорит, ты знаешь, Денис, ученые, говорит, изобрели средства прохождения сквозь стены. Я говорю, какой он? Он говорит, дверь. Вы знаете, ну, оно смешно, но оно так и есть. Я стал этот принцип применять в беседах. Я говорю, вы знаете, есть прекрасный способ выйти тебе из всех твоих материальных трудностей. Какой? Работай. Друзья, сейчас все ждут какие-то нововведения, чтобы через сквозь стены проходить, я не знаю как. Есть же дверь, открой и зайди. Есть прекрасный способ наладить отношения в семье. Какой? Да смирись. О, нет, это не работает. Это мне надо, это я не хочу, хочу другой способ какой-нибудь. Друзья, вот все сейчас какие-то магических способов ищут, уходя от простых действенных решений. Хочешь хорошо жить? Работай. Друзья, нет, сейчас это, вот отношение к работе и деньгам, это тоже важная тема. Потом, вопрос верности. Следующая тема, вопрос верности. Надо говорить о верности. Что такое верность? Верность в дружбе. Вообще, начинать с верности, друзья, нужно не только в вопросах брака. Верность это то качество, которое проявляется у человека во всем и потом оно и в браке проявляется. Это верность Богу, верность в служение. Я с подростками в церкви тоже занимаюсь, звоню одному там, слушай, что тебе на собрании нет? Вы среда, через пять минут на собрании, у меня, говорит, голова болит. Я говорю, и что? У меня голова болит, и что? Почему ты не пришел? Ты должен быть на собрании. И я начинаю беседовать, объяснять этим подросткам, что, ну, какая разница, что у вас болит? Если вы не при смерти, вам надо быть на собрании, это, ну, по-другому никак. Друзья, вот надо закладывать верность. Вот ты ходишь на собрание, вот у меня сын, пап, можно я сегодня на спевку не пойду? А он поет, вот как я, то есть, хуже не придумаешь. Вот, можно ведь на спевку не пойду? Я говорю, Матфей, тебе нельзя так не ходить, на спевку ходить? Ты должен принять решение. Или ты вообще не ходишь на спевки? Подойди, скажи, тетя Лена, извините, но я, ну, как бы не могу на спевку, я принял решение не ходить на спевки. Ну, это нормально, я считаю, не все должны ходить везде. Или ты ходишь, то ходи всегда. Ну, нельзя, то ходишь, то не ходишь. Ну, так не получается, не должно так быть. Друзья, вот мы должны верность закладывать в отношении к служению, к родителям. Тебе папа сказал, сделай, тебе поручили, сделай, не можешь делать, предупреди, что ты не сделал, найди варианты. То есть, научить человека ответственности и верности. В дружбе то же самое, в церкви то же самое, к родителям, и потихонечку это приведет к верности в супружеской жизни. Я не говорю только о вопросах измены, это вообще такие глубокие темы, а даже верность в мелочах, вот именно верность как муж, верность как жена, вот они должны это понимать. Эта тема очень большая, очень интересная, очень важная. Друзья, и вот в этом же теме, в этом же блоке тем о семейных ценностях, там нужно поговорить о женственности, то есть с девушками поговорить о женственности, с юношами поговорить о мужественности. Но один какой-то человек неверующий сказал, проблема современного общества, что женщины становятся мужчинами, а мужчины становятся женщинами. Это действительно так, в правительстве там, или там где-то женщины начальники, а мужчины там готовят еду. То есть, друзья, вот как бы смена ролей происходит, и это плохо очень, и мы должны с женщинами говорить о женственности, что женщина должна быть женственной, мужчина должна быть мужественной. Что это такое, и это большие темы, об этом стоит обязательно говорить. И еще осталось три блока тем, я коротко их обозначу, думаю, все понятно будет. Следующая тема, четвертая, это как делать предложение. Как делать предложение. То есть, это уже возраст, конечно, не 15 лет, это если вдруг в семье уже есть 18-19 летний, если он уже решил это сделать, вот как делать предложение. Как выбрать себе невесту, как делать предложение. С этим вопросом тоже есть проблема, потому что я не знаю, как в ваших местах, но я встречаю случаи, когда предложение обставляется, ну, как вот в голливудских фильмах, знаете, там, на Эфелевой башне, с цветами, с кольцами там, и так далее. Это, кстати, реальный пример абсолютно, я точно знаю этот пример. На Эфелевой башне с цветами и кольцами было сделано предложение. У меня возник вопрос, если бы это был член нашей церкви, я бы спросил, а как вы вместе попали на Эфелеву башню? Для кого-то из вас, может быть, это будет, ну, откровением, новостью, но я скажу, что вот подобное что-то, оно сейчас проявляется. Не массово, не массово, но оно проявляется. Друзья, как делать предложение? Когда делать предложение? Кому делать? Это очень важная тема. Следующая тема, друзья, вот эта тема для меня, вот она болезненная для меня, вот для меня лично болезненная, я в нашем крае этот вопрос поднимаю, как и когда объявлять жениха и невесту? Вот для меня эта тема болезненная, объясню почему. Потому что очень часто, ну, прям часто реально, бывают случаи, когда юноша, хороший, хороший юноша, здравый, такой хороший, сделал предложение девушке, она согласилась, родители одобрили, все, они согласны. Но по каким-то причинам брак не может быть в ближайшее время. Например, допустим, ну там, я не знаю, не учиться, надо учиться, и брак только через год возможен. И есть некое правило, в некоторых объединениях оно озвучено очень строго, в некоторых оно просто придерживается, что от момента объявления до момента брака должно пройти не больше трех месяцев. Ну, может четыре, может быть пять месяцев, допустим, да. Но, для чего это правило было сделано? Оно было сделано для того, чтобы вот этот процесс, когда они жених и невеста, чтобы в этот момент меньше он был, чтобы меньше искушений было. К чему это в некоторых случаях приводит по факту. Они не объявляются, но от этого они не перестают быть женихом и невестой. То есть, они не объявлены жених и невеста. Все равно они жених и невеста, но они не объявляются. Я говорю, объявитесь в церкви, пусть все об этом знают, пусть брак будет позже, я согласен. Да, лучше бы был брак сразу, но по каким-то причинам он не может, пусть он будет позже. Но хотя бы это все знают. По факту получается, я беседую, буквально перед поездкой с одним юношей говорю, я говорю, вот у тебя есть невеста? У меня нет невесты. Мы не объявлялись. Я говорю, ну подожди, мы сейчас не говорим о де-факто, не о де-юр, мы говорим о де-факто, то есть о факте. Это ваши домыслы. Я говорю, хорошо, это мои домыслы. Вот ко мне завтра подойдет брат и скажет, Денис, можно я вот этой сестре сделаю предложение или нет? Что мне ответить ему? Нет. Почему? Она моя. Она твоя кто? Сестра в Господе, да. Я говорю, слушай, ну кого мы пытаемся обмануть? Мы взрослые люди. Она твоя невеста? Ну да. Ну объявите в церкви об этом. Нет. И родителей нет, понимаете? Ну почему-то, вот друзья, вот как этот вопрос тоже надо решать? Я не знаю, я решение не предлагаю, я просто озвучиваю проблему. Следующий подпункт, как вести себя жениху и невесте, что можно, что нельзя, какие опасности? То есть надо просто это все объяснить. Пятый вопрос, друзья, это тоже, прям буквально два слова. Это отношение к детям. Отношение к детям. То есть в принципе эта тема, зачем нужны дети, о планировании семьи, об этом надо говорить. Говорить уже, я думаю, что с юности, конечно, не вдаваясь в детальные подробности, но о факте, о том, что это хорошо, что дети это благословение, нужно об этом говорить. И шестой момент, это связь поколений. То есть многие братья, которых я спрашивал, они отмечали этот момент о связи поколений. Ну, со времен Тургенева, да, проблемы отцов и детей. То есть здесь проблема какая? Связь поколений. То есть надо провести беседу о преимуществах сотрудничества между младшим и старшим поколением. Что нет никакого антагонизма, что нет никакого вражды, что когда братья что-то там или родители что-то говорят, они говорят, это не из-за того, чтобы хотеть тебе навредить, а по каким-то другим причинам. И вот показать преимущество, важность сотрудничества, что молодой человек, у него есть свои преимущества, у него есть силы, у него есть энергия, но у него нет опыта, нет знаний. У пожилого человека, у него есть опыт и знания, соединение силы и опыта вместе производит хороший результат. Вот чтобы постараться направить юношей, девушек, молодых к тому, чтобы они сотрудничали, сотрудничали с церковью, сотрудничали с братьями, присвятерами. Вот я молодежь, когда говорю иногда, говорю, молодежь, я чувствую себя динозавром. Динозавр, почему? Но я еще рос в той среде, когда вот я делал предложение своей жене, будущей, да, своей невесте, я с ней еще не общался, я пошел к своему присвитеру Тольятинскому, я пошел к Атрадинскому присвитеру Андрею Владимировичу, я получил у них благословение, потом пошел к родителям, потом пошел к ней, ну, своими родителями, потом пошел к ней. Вот я как бы по этому пути. Один говорит, точно динозавр. Друзья, ну, кто так сейчас живет? Ну, я считаю это правильным, я считаю это правильным, да, мы так были воспитаны, и, более того, я считаю, это, ну, благословенный путь. Но сейчас молодежь так не живет. Почему? Один говорит, да сейчас спроси брата служить, он просто запретит. Я говорю, ну, может быть, и хорошо, что запретит, может, и слава Богу. У них есть какой-то антагонизм, они как-то, вот, понимаете, они вот воспринимают старшего поколения как врагов каких-то, да, что, которые хотят вот их счастье разрушить. Вот надо с детства приучать, вот с детства беседуясь с людьми, что благословение сотрудничества старшего и младшего, вот у нас была тема с подростками недавно на краевом подростковом большом, благоразумный вид беды укрывается. И брат спрашивает, который тема говорит, благоразумный вид беды укрывается. А кто из вас благоразумный? Никто. Не потому, что вы глупые, а потому, что вы неопытные. А неопытный идет вперед и наказывается. А как ребенку стать опытным, вот как подростку стать опытным, чтобы не пойти вперед и не наказаться? Опыт же приобретается с годами. Получается тупиковая ситуация. Неопытный идет вперед и наказывается, а опытным он не может быть, потому что ему 15 лет. И как решается эта проблема? Опытом других людей, опытом родителей, опытом служителей церкви. Друзья, вот надо с детства пытаться доказать нашим подросткам, детям, молодежи, что даже в вопросах, особенно в вопросах брака, необходимо сотрудничать со старшим поколением. Вот этот каркас. Если, братья, у вас есть дополнение, что-то сказать. Пожалуйста, вы говорите, мы внесем, раздадим. Потом, когда мы раздадим, вы еще вносите, еще вносите. На следующий сценарий привезите исправленный список тем, и потихонечку мы этот такой семейный катехизис с вами сделаем. Ну все, тебе надо помолиться, наверное.